Привет всем, вы на канале ТОП-Армия. Запад необычным образом отреагировал на недавнюю шутку зампредседателя Совбеза Российской Федерации Дмитрия Медведева. Таким мнением поделилось китайское издание. Бывший президент России Дмитрий Медведев известен своей любовью комментировать в социальных сетях текущие мировые события. Причем делает он это довольно дерзко и с юмором. Объектами его шуток становились многие мировые лидеры. И недавно досталось французскому президенту Эммануэлю Макрону. По словам китайского издания, они были приорядком удивлены реакцией Запада на весьма жесткую иронию Медведева в адрес французского президента. Об этом сообщает издание из-под небесной NetEase. Франция уже давно не входит в число мировых лидеров, однако Париж порой себя ведет так, как будто он до сих пор обладает большим влиянием, рассказывают авторы данного издания. Они также констатировали, что Макрон в последнее время пытается примерить на себя роль европейского лидера. Он с важным видом делает резонансные заявления, а также публично критикует Россию. Однако все прекрасно понимают, что реального влияния у него нет. На этом фоне французский президент недавно угодил в довольно неприятную историю. Стало известно, что Макрон перенес уже давно анонсированный визит в Киев на более поздний срок, причем сделал он это в третий раз подряд. Довольно странная ситуация для президента, который позиционирует себя в качестве сильного европейского лидера. Мимо такого события не смог пройти и Дмитрий Медведев, и отреагировал он на это в весьма классическом стиле. Представитель Российской Федерации пошутил, что канцелярии Макрона следует запастись нижним бельем для своего президента, если все же он рискнет совершить запланированную поездку. При этом нужно быть готовым, что пахнуть будет очень сильно и плохо. В издании отметили, что Медведев пошутил действительно очень жестко, однако этот факт не вызвал удивления, и все давно привыкли к подобной риторике от экс-президента России. Удивило и другое, как на это высказывание отреагировали на Западе. Во Франции само собой негодовали и называли слова Медведева неприемлемыми, а вот в других западных странах ничего подобного не было. Там не было даже маломальских попыток вступиться за француза, и это довольно странно, так как на Западе любят говорить о своем единстве. Обвинив Макрона в трусости, экс-президент России сказал то, что думал, а вот Запад даже не попытался опровергнуть его слова. Высказывают мнение от аналитики из издания NetEase. Ну а что думают зрители канала Топарми? Как вы считаете, какую реакцию с Запада можно было бы ожидать на резкую шутку экс-президента России в адрес французского президента Макрона? И какие могут быть причины такой молчаливой реакции со стороны других западных стран на этот инцидент? Поделитесь своим мнением по этому поводу в комментариях под видео. Ну а я с вами прощаюсь, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok